Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». Период с 8 по 14 января принесет некоторую сдержанность и замкнутость весам, тельцам и рыбам. Они будут склонны проводить время в узком кругу или даже одиночестве, избегая шумных компаний и мест массового скопления людей. Козероги и водолеи, наоборот, проявят активность в дружеском общении. Понедельник и вторник не подходят для покупок. В это время также стоит избегать азартных игр, ставок и лотерей. А теперь подробнее о прогнозе астрологов для каждого знака зодиака. Сейчас в Овнах преобладает склонность к импульсивным поступкам и частым переменам настроения. Всякий раз, когда вы почувствуете нарастающее раздражение, подумайте, каким последствиям это может привести. Не забывайте о том, что своим поведением вы можете задеть окружающих. Если вам наскучило однобразие в личной жизни, сейчас самое время начать что-то менять. Тельцы, не позволяйте своей нерешительности взять над вами верх. Сейчас не время сдавать позиции и сомневаться. Неуверенность станет препятствием, и вы можете упустить шанс проявить себя и свои способности. Для близнецов наступившая неделя благоприятна для коммерческих сделок. Результаты, которых вы долго добивались, могут сейчас дать знать о себе. Радоваться не стоит, так как сделать предстоит многое. Раком астрологи советуют провести время в семейном кругу. Устройте прием гостей или небольшое застолье. Поводов собраться вместе у вас немало, и сейчас для этого самый благоприятный период. Львы назначаете деловые встречи на первую половину недели. В это же время ожидаете приглашения на какое-то мероприятие, где вы сможете продемонстрировать свои лучшие качества. Пользу принесут занятия спортом, творческие развлечения и активный отдых. Во второй половине недели не исключены переживания, связанные с необходимостью незапланированных расходов. Спонтанность – это не для дев, поэтому во всем действуйте обдуманно и медленно. Не стоит сейчас принимать важные решения, еще раз все хорошенько обдумайте. Период подходит для начала ремонта или покупки строительных товаров. Весы. Не переоценивайте свои физические возможности. Сейчас следует большее внимание уделить своему самочувствию, нежели делам. Не пытайтесь взвалить на себя несколько задач одновременно. Исключите суету и не допускайте перенапряжения. Ваш отдых должен быть спокойным. Почитайте книгу, посмотрите фильм, прогуляйтесь. Уделите время общению с родным человеком. Только так вы придете к внутреннему равновесию. Если у скорпионов накопились нерешенные вопросы бытового характера, сейчас наиболее подходящий момент для того, чтобы с ними разобраться. Ваше материальное положение может быть улучшено. Вероятно, доход вам принесет неожиданная сделка. Скорее всего, вам придется внезапно менять свои планы или вносить изменения в отношения с близким человеком. Стрельцы будут, как и на предыдущей неделе, опять в центре внимания. Но окружающие сейчас вас немного раздражают. Старайтесь не срываться на них. Это все из-за нестабильного эмоционального фона. Не соглашайтесь на подработки, так как они не принесут того, чего вы от них ожидаете. У Козерога все стабильно в деловой сфере. Даже есть шанс добиться повышения. Период замечательный для важных встреч и переговоров. Вам поступят интересные предложения, и звезды не советуют от них отказываться. В выходные проведите время с близким для вас человеком. В личной жизни наступает романтический период. Спокойствие и уравновешенность водолеев может встряхнуть энергичность и неугомонность некоторых людей. Сейчас тот период, когда вы можете себе позволить поспать подольше. Впервые за последнее время вы никуда не торопитесь и не спешите. На работе все будет идеально. Многие коллеги попросят вашей помощи. Не отказывайте им, ведь только вы сможете повлиять на окончательное решение, а также сделать правильный выбор. На этой неделе рыба может показаться, что все ваши усилия напрасны, и все идет не по плану. Не драматизируйте. С таким настроем вы будете склонны принимать решения, которые почти наверняка окажутся неправильными. Сосредоточьтесь и постарайтесь не совершать ошибок. Прежде чем взяться за новый проект, разберитесь сначала со старым. Он будет для вас очень выгодным. Вот такую неделю обещают нам звезды. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!